Я увлекался акварелью всегда. Я помню свои первые акварельные шаги в детском саду, в школе, в детской художественной школе, академические занятия, которые убивают в детях желание заниматься дальше. Мухинское училище. Но когда я закончил Муху, грянула перестройка и все побежали работать кто куда, я стал дизайнером, занимался и рекламой, и мультиками, и всем на свете. Ну, понемножку, потихоньку я что-то делал. И в конце концов, вот этот мой стол, который я рисовал, он разбух от акварели и наступило время, которое я называю уже точкой отсчета. Я не ожидал, что моя жизнь так серьезно свяжется с акварелью, но события последних нескольких лет меня окунули в акварель с головой. Не помню уже, по какой причине вдруг неожиданно получили предложение сделать свою персональную выставку, нашу персональную выставку в русско-немецком доме, в Новосибирске. С этого момента все и началось. Несколько лет назад я просто встал перед фактом, что невозможно больше уже быть дизайнером, надо становиться стопроцентным художником, стопроцентным акварелистом. Все получилось само собой. Когда я прошел вот через этот свой первый этап, я решил поделиться с миром, то мир решил вдруг спросить меня, а как это тебя угораздило? Чем больше я рисовал, тем больше я получал вопросов. Люди больше меня спрашивали, а как у тебя это все получается и как нам это сделать, чтобы тоже у нас было так красиво. В итоге я пришел к выводу, что надо учить, надо делиться и не только картинками, а и опытом. Любой процесс, начиная от нуля, когда мы первый раз после школы взяли в карандаш, кисточку. Он может принести нам удовольствие, мы можем делать это с удовольствием и с радостью. И каждый наш шаг, он становится каким-то еще дополнительным маленьким кусочком счастья. Я сам для себя совершенно такой же ученик, и я широко открытыми глазами смотрю на все, что меня окружает. Это как дорога, которая без конца и края. И тут важно не просто поставить себе цель, задачу. Я стану профессионалом, я стану каким-то суперхудожником или я буду продаваться там на аукционах. Можно поставить себе такую задачу, но это произойдет через много лет. А получать радость мы можем уже сегодня.